А что с ними еще делать? Может не отдавать? Боже мой, боже мой! Я еще поправилась в этих шортах, какая я была огонь, монтаж, вся что-то ходила, крутила жопой. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня у нас будет видео, то, что я отдаю. Я перебрала немного свой гардероб, именно перебрала вешалки, которые были в этой комнате. Сейчас я снимаю в детской комнате, перед окном у меня здесь свет, все дела. И так как я уже спешу перед отъездом снять вам скорее видео, и уже надо пригласить подруг, которые что-то себе выберут, что-то я отдаю, уже знаю кому, что-то присматривала. В общем, сейчас буду по порядку все рассказать. В общем, буду сейчас по порядку все рассказать. Круто сказала, да? Не будем переправлять. По порядку все расскажу, что отдаю, что не отдаю, какие-то вещи я собрала просто по пакетам, которые даже отдавать как бы не буду. Ну и хочу себе скидку еще в H&M, да? Поэтому пойду по три вещи, там в пакет три вещи кладешь, и тебе дают скидку в H&M. Так, ладно, еще не только вещи, покажу еще, что отдаю. В общем, что подруге попадется, сразу буду показывать. Итак, первое, что я хочу отдать, это мои джинсы, которые буквально я одевала вчера и позавчера. Но дело в том, что джинс у меня очень много. Эти джинсы на резинке, ну на заниженной, то есть не средняя посадка, даже она какая-то низкая. Хотя можно носить и на средней, смотря кто как оденет. Мне на самом деле эти джинсы очень нравятся тем, что они на резинке. Я их заказывала или New Cheek, или другой какой-то магазин, я уже не помню. Короче, китайский какой-то магазин, здесь вот такие вот нашивочки, ну такой, знаете, спортивный, классного цвета, деним, да, называют это вот, мне нравятся, светленький, да. Здесь вот так можно подворачивать, можно отворачивать. Короче, оно по размеру все классно подходит, единственное, что я люблю сейчас завышенную талию, джинсов у меня много, и я думаю, что можно их кому-то реально отдать. Пусть тоже потаскают сзади вот так вот симпатично. Ну, короче, вот эти вот мне нравятся, штаники, джинсики такие вот именно, знаете, как на резинке, не классические джинсы, да, которые там завязаны с этим совсем, а вот на резинке. Я думаю, что кому-то подойдет. Дальше поехали. У меня, девочки, как помните, да, абсолютно новые, два пиджака, одинаковые, они немножечко разные какой-то расцветки, хотя это из одного магазина, из магазина Кипюр, может быть, вы видели уже, да. Мне просто два раза прислали одну и ту же посылку, что-то там перепутали и прислали два раза одни и те же вещи. Сзади, видите, клетка как-то идет неравномерно, она перекошенная. Может быть, это так задумано, да, но я помню, что все мне говорили, что так не задумано, и я на самом деле вижу, что не очень хорошо, что у нас клетка, видите, передернута. И на одном, и на втором варианте. Поэтому я приглашу девчонок, может быть, кому-то просто, да, там, во двор выйти, там, да, в магазин сбегать, может, кому-то не принципиально на этот момент, просто выкидывать их, конечно же, жалко. Один размер L-ка, другой размер M-ка, вот, и я думаю, кому-то пригодится. В общем, вот, отдаю их. Не продаю в магазине, потому что это косяк, да, не знаю, а что с ними еще делать? Отдавать. Следующая, это вот такая футболка. На самом деле, я хотела ее оставить себе, и я ее постирала, и я не поняла, от чего она полиняла. Она стала не белой с темно-синей полоской, а она стала голубой с темно-синей полоской. Ну, это хлопок. У меня, знаете, как оно все висит вот, да, здесь, может, кто-то увидит и не поймет даже, что полиняла, подумает, что это голубая футболка, понравится кому-то, да, но она хлопковая, классная. Вот я сейчас вещи выставила, да, вот эти вот, девчонок приглашу, там, кого, если что-то понравится, кто-то себе заберет что-то, а все остальное, я отдам все вещи именно в H&M и получу себе скидку. Поэтому вот это можно даже и не отдавать, кстати, можно даже и не вывешивать, а мне там одной вещички не хватает, брошу в пакет. Ну, вот такая вот история. Дальше. На Алиэкспресс я заказывала вот эту вот штучку. Она новая, блестящая, я никуда в ней не ходила, ничего не снимала, с подкладкой. Очень такая вот секси-пекси. Мне кажется, должно подойти Таня, я покупала где-то 600 с лишним рублей. Продавать, опять же, это надо мерить. Плюс вот эти штучки, они колючковатые, знаете. Вот я, честно, не оставляю себе именно из-за колючек. Так бы я себе его оставила, что-нибудь бы еще видосы какие-то сняла. Но я понимаю, что я не оставлю, потому что я не люблю колючки. Плюс у меня с пайетками уже есть вещи. Если хотите, я ссылку под видео оставлю на Алиэкспресс, где я заказывала, если кому-то интересно такое, да. Вот я думаю, может быть, Танюша подойдет, если то, будет классно. Я ей отдам его. Вот эти вот два костюма с моего магазина, они остались по одному. И я решила их отдать уже и не продавать, чтобы они не висели там, да. Пусть померят кто-то из моих девчонок абсолютно новые костюмы, кому-то подойдет, и я отдам. Этот полностью хлопковый, этот верх хлопковый, а юпочка такая, не хлопкая, но она очень хорошо сидит, струящийся материал. Вот это пальто, девочки, я уже вам показывала. Это Селин, 40-й размер. Ну как, 40-й размер мне маловато, у меня 42-й. И я его уже показывала вам, что я буду его отдавать, или там, по-моему, в видео говорила, что не буду, наверное, отдавать. В итоге я его себе пока решила оставить. В итоге за все это время ни разу его не одела, потому что сейчас совершенно другая, наверное, мода, и не подходит. И, короче, оно висит мертвым грузом. Наверное, кому-то оно подойдет, как минимум, хотя бы по размеру. Мне, правда, его жалко, потому что я его покупала за 25 тысяч где-то, да, и это было давно. Оно реально классное. Ну, в общем, я решилась от него избавиться. Тем более у меня, у сестры, по-моему, есть девочка знакомая, у которой 40-й размер, она меньше меня. Может быть, ей подойдет. Вот такую курточку тоже. Я в ней нигде не ходила, она абсолютно новая, я тоже ее решила отдать. Может быть, она подойдет Танюшке, она светленькая, классненькая. Может быть, один раз я ее одела, не помню уже. Ну, в общем, она такая укороченная. Мне не совсем подходит здесь материал. Это вот, знаете, кому как. Она не стоит, она не держит форму, она такая немного какая-то мягкая, короче, да, и я решила ее отдать. А так вот она, как видите, симпатичная. Не помню, где заказывала, тоже где-то на китайском сайте. Дальше, вот этот такой полушубочек, как бы, да, попочку немного прикрывает, рука в три четверти. Висит, на самом деле, у меня уже давно. Пару раз я одевала, и как-то моя Ленусик Хэппи прислала мне, она ходила по магазинам, там что-то присмотрела, присылает мне фотографию. Вот точно с такой же полушубкой. Она мягкая, знаете, куда-то вот сейчас немножечко, может, похолодает, и вот сверху платье какого-то одеть, да, или может вот выйти. Прикольно очень смотрится. Я еще в Москве покупала, вот она, смотрите, с другой стороны, такими полосочками, да. И она мне прислала как-то и говорит, как тебе? Я говорю, а у меня такая есть. И на самом деле тогда еще подумала, что можно ей предложить, сказать, что не покупай себе, да, я тебе отдам свою. Ну, как-то я к ней прикипела, думаю, ой, раз еще Ленусики нравятся, то наверняка надо себя оставить, да. Но проходит время, и я понимаю, что не приходится мне одеть, я ношу другие вещи, и решила предложить Ленусика. Она померит, если ей подойдет, то я ей отдам. И следующее, это вот такой вот мой черненький как-то кардиганчик, сказать, да, он тоненький, я его давно брала, уже не помню где. Типа Бершки или H&M тоже что-то такое. Качество, девчонки, обалденное, уже сколько лет вот этой штуки, просто, ни одной катышки. Блин, может не отдавать? Вот так всегда, понимаете? Но оно висит уже, и я не ношу, понимаете? А, ОДЖИ, какой H&M? ОДЖИ, у нас уже в магазинах такого даже нет. Но я ее затаскала, то есть вот о чем говорю, качество хорошее. То есть по ней не видно, что она затасканная, реально отличное, отличное качество, просто. Слушайте, вот сейчас я реально вот думаю, может не отдавать? За столько лет она не убилась, она в идеальном состоянии. Может все-таки оставить такой черный кардиганчик свободный. Но я же не ношу. А, подумаю. Вот так всегда, вот так всегда. А, вот еще, еще у меня тоже костюмчик с белыми коротенькими шортиками. Думала оставить себе, может, шортики коротенькие. Ну, короче, решила, думаю, костюмчик не это дам. Здесь впереди вот такая штучка, лезвие. Может, Танюшке понравится тоже приметь. Новый костюм. Так, вот такая вот футболка, чуть-чуть помятая. Это Sprint L, она немного мне большая, именно по вот этому крою, да, кажется немножко большой. Ну, для дома, мне кажется, отлично кому-нибудь. У меня домашней одежды просто очень много, поэтому я решила выставить ее как бы на отдачу, да. H&M, вот такая вот тоненькая. Мне очень нравится, на самом деле, была бы она другого цвета. Мне просто этот цвет немного меня блекнет. Видите, она тоненькая, классная, но с этим цветом я сливаюсь. Поэтому, мне кажется, может быть, кому-то подойдет. Классная. Она, ну, тоненькая, тоненькая, длинноватая. Здесь она пояс подчеркивает, да. Ну, классная прям вообще. В H&M играла. Так, это отдаем. Боже мой, боже мой. Я его просто... Девочки, костюм, который я покупала за 7 косарей. За 7 косарей. Я его покупала в Москве 300 лет назад. Он сейчас стоит, я думаю, намного дороже. Сейчас держу даже вешалку, она тяжелая. Короче, это резинка. Резинка с рисунком вот таким классным. Видите, немного мерцает. Мы покупали с Люсей вместе. Она покупала себе черный, я покупала себе серый. Мы ходили вместе, такие крутые девчонки. Я не знаю, я еще поправилась. Ну, блин, вроде не сильно так, чтобы, да. Но у меня некоторые вещи. Вот сороковое пальто я брала, да. Вот это тоже сорокового размера. Это маленькое. У меня вообще не застегивается на груди вот эта вот вещь. Если бы хотя бы был как раз, я бы его, наверное, оставила этот костюм. Но я его отдам. И не продам, потому что что здесь? Здесь, короче, в одном месте где-то вот лежит оно, да. И вот здесь какие-то маленькие пятнышки в одном месте есть. Их надо еще поискать. Они очень маленькие. Ну, то есть это надо почистить. А может уже и нет. Может где-то на рукаве. А, вот, вот здесь чуть-чуть. Я просто думаю, что пусть этим занимается уже человек, которому я отдам. Ну, чтобы я не испортила, может быть, он как-то это сделает. Вот буквально на рукаве вот здесь чуть-чуть пятнышко. Это надо почистить. Вот. Короче, этот костюм я безумно люблю. Мне кажется, он очень круто смотрится. Но пора его отдать. Следующее. Платьюшки. Значит, одно платьюшко вот такое. Я его брала, по-моему, в секунде. Вы, наверное, видели его все. Я в нем даже, по-моему, отмечала какой-то день рождения. Мне нравится. Ну, единственное, оно для меня короткое. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что оно короткое. Мне не по возрасту. Но оно классное, легкое. Кому-то, может быть, пригодится. И вот такое сислей. У меня платьичко есть. Тоже оно уже очень давно у меня. И тоже я в нем отмечала какой-то день рождения. Даже вам что-то в сторис выставляла, по-моему. Не помню. Короче, какой-то праздник был, я отмечала. Оно тоже короткое. До неприличия. Мне прям не нравится. Тем более черное. А я мало загораю. У меня такие белые ноги страшные, короче. И я думаю, пусть лучше носит какая-нибудь девушка помоложе. Следующий лоб. Это вот такая моя любимая футболка. Я не помню, где ее брала. Наверное, в каком-то магазине, типа, без брендов. Знаете, там куча-куча всего. Отличный цвет. Посмотрите. Ну, этот цвет просто мой. Мега-мега-мега. Я не знаю, когда она успела встать на меня маленькая. Совсем недавно мы снимали видео. И я ее одела. И просто у меня все везде вываливается. Хотя я не толстая, но она вот как-то так сжимает. Либо она просто села. Если она просто села, то это она теперь уже с 40-го размера. И кс-сочку. Но не на меня вообще. Я ее одела, и она очень некрасиво смотрится. Надела. На себя. Она очень некрасиво смотрится именно потому, что она маленькая на меня. Так что я ее отдам в какой-нибудь малявочке. Дальше. Вот эта кофточка тоже. Я ее заказывала где-то на китайском сайте. Типа Нью Чик, да? Абсолютно новая. Я ее никуда не одевала. Она висела в моем магазине на продажу. Ну, что-то она висит, 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 висит. Я думаю, пора кому-то поносить. Иногда я могу что-то со своего магазина вот так вот взять и отдать. Я думаю, что Таня, может быть, она подойдет. Пусть померят. Так, еще пару вещичек. Это Фаберлик. Я думаю, что подойдет Таня. Главное, чтобы подошло по размеру. И она любит пайетки, да? И я решила отдать. Я, может быть, пару видосиков снимала в этой футболке. Она хорошая, по размеру мне подходит. Ну, единственное, что пайетки как-то я от них отхожу. А Танюше нравятся пайетки. Поэтому, я думаю, ей надо примерить. И вот такая вот леопардовая блузочка, да? Здесь вот она, смотрите, завязывается, да? Вот так вот красивая, с хорошего материала. Это, по-моему, даже хлопок, а может без скоза. Ну, короче, приятный материал. Размер мне подходит все, но я купила себе немножко другого леопарда. Он немного другого цвета, светлого. И подходит мне больше. И, ну, примерно такой же фасончик, без вот этих штучек. Я подумала, вдруг кому-то из девчонок понравится, да, леопарда. Потому что он, как бы, леопарда можно сочетать классно. Просто у меня есть леопард, более подходящий мне. Этого можно отдать. Зачем тысячу леопардов хранить, да? Я подумала. Поэтому отдам. Дальше, с вещами я закончила то, что я отдаю. Теперь я покажу полочки, которые мне уже не пригодились. Я их покупала где-то, где-то. Может быть, вы видели, да, эти полочки. Они очень много где в нем были. Служили мне верой и правдой. В отличном состоянии я их помыла. Их можно как прикрепить на стену. Так можно и поставить куда-то, где высокие полки, да. А вам нужно много что разместить. Ну, прям не хотела сначала отдавать. Думаю, да пригодится, может, еще. Потому что они реально в хорошем состоянии. Покупала где-то, знаете, вот магазин пластика, да, всего-всего. Вот хороший пластик, который с годами не крошится. Они как в фикс прайсе. Ну, просто никуда не нашла. Просто. У меня нет уже высоких таких вещей, да. И как-то вот так вот. Можно в ванну это прикрепить. Ну, не мне прикрепить, да, потому что у меня будут там стеклянные полки. Все как положено. А вот кому-то, да. Ну, короче, я отдаю. Вот кто придет. Поспрашиваю. Сейчас еще девчонкам поскидываю свои. Может, кому-то действительно нужно. Вообще, пластик огонь. В общем, отдаю эти полочки, которые служили мне верой и правдой очень долго. Долго лет. С вещами я сказала все. Нет, еще не все. Еще вот лежат. Короче, мои любимые шорты. На завышенной талии. Прямо до пояса. Ну, вы понимаете, да, если они завышенные, то значит половина задницы видно, да. Я вам, может быть, вставлю сюда фотографию в этих шортах, какая я была огонь. Но сейчас я женщина замужняя, и мне нельзя в таком ходить. И мой мужчина совершенно категорически против, когда я одеваю очень короткие шорты, которые привлекают внимание. Но более того, я вам так скажу, что я не люблю одевать сейчас такие шорты, потому что действительно привлекают внимание. А мне не нравится мужское внимание в том смысле, когда на меня смотрят как на сексуальный объект. У меня есть мой мужчина, и я хочу, чтобы только он на меня так смотрел. Правда. Даже бывает, я могу, может быть, что-то не рассчитать, и все равно смотрюсь сексуально, да, но что бы я ни одела. Вот. Я стараюсь потом этих вещей избегать. Я хочу одеваться, чтобы это подчеркивало, да, мою фигуру, но чтобы как можно было минимум секса, который вызывает вот так вот у мужчин какое-то желание, и они начинают смотреть на тебя какими-то такими глазами. Мне это сейчас неприятно. Когда я была свободная девушка, да, то, ну, возможно, да, это неотъемлемая часть, да, когда ты охотишься там на кого-то. Но сейчас нет, и я понимаю, что мне эти шорты вообще никак не пригодятся. Ну, может быть, какой-то свободной девушке они подойдут, потому что эти шорты принесли мне много удачи, да, можно сказать. В общем, очень много внимания, комплиментов и уверенности в себе вот эти шорты. Под них нужна очень хорошая фигура. Так, дальше. У меня был костюмчик, я юбку все-таки себе еще оставляю, а вот эту штучку уже все, ну, не ношу. Она еще ушитая немножко под меня, да, ну, может, кому-то подойдет сзади. Вот такая вот коротенькая была. Ну, в общем, сейчас она мне не нужна, я ее тоже отдаю, может, кому-то подойдет. Опять же, сексуальные короткие шорты, ну, может быть, в частном доме ходить, вот, кстати, да, очень клево. Они тоже ползадницы видно, они такие яркие. Мне кажется, Тане подойдет, она любит такой цвет. Отдам. Дальше, платье. О, какая у меня крутая фотосессия есть в этом платье. И только когда я увидела эту фотосессию и поняла, как мне красив вот этот вот цвет, опять же, да, это вот мои цвета, посмотрите, как я сразу смотрю с них, да. И у меня была вот еще вот такая стрижечка, я прям там девочка-девочка на этих фотографиях, если найду, я вам обязательно здесь вставлю, да. Ну, оно сейчас очень короткое на меня. Оно и тогда было короткое, но тогда я была такая молодая, вся что-то ходила, крутила жопой, даже при том, что я встречалась с молодым человеком. Ну, он меня никогда нигде не ревновал, поэтому я старалась одеваться максимально сексуально всегда, чтобы на меня все обращали внимание, чтобы он хоть немножко меня приревновал и показал то, что он как бы боится меня потерять, да. Вот, сейчас мне этого не нужно, потому что в своем мужчине я абсолютно уверена. Дальше брючки, брючки. Это у нас пепе джинс, как-то джинс написано так, что я с ней с первого раза прочитала. Короче, вот такие, может быть, вы видели тоже. Я в них уже фотографировалась, я в них ходила на Reflame, там, презентацию, выставку какую-то интересную. Но они с заниженной талией, и они мне маловаты чуть-чуть, и опять же, хотя тогда у меня была жопа дай боже, да, я так поправилась, так поправилась. Ну, короче, заниженная талия мне не нравится, поэтому я их тоже отдаю. Может, кому-то от кайф будет пощагалять. Еще одни шорты, еще одни шорты белые. Это Бершка, покупала я их давно, они классные, но полжопы видно. Ползадницы видно, опять, это завышенная талия, по-моему, завышенная, да, ползадницы видно. Я их думала еще, знаете, там, может, поддевать под что-нибудь, но у меня есть еще одни шорты, где завышенная талия, и где прилично закрывает всю попу. И при этом они в обтяжечку, поэтому эти я решила отдать. И костюмчик, который у меня продавался в магазине, но я решила его отдать. Тоже, опять же, может быть, там, видосики какие-то поснимать. У меня таких два костюма было. А, нет, может, один я уже продала, а один мой. Да, у меня два костюма таких было. Короче, это такой вот топик розовенький. И такая же юпочка розовенькая. Очень простенькая, да, резиночка, она любой размер подойдет. Короче, я это тоже предложу кому-нибудь. Так, это все вещи, которые лежали у меня здесь. Сейчас еще посмотрю, что отдают. И еще я отдаю вот такую вот, это настоящая шерсть. Но она подсела, девочки. Я подстирала, и она подсела. Так, обидно. Очень приятная к телу, 100% шерсть. Фирма Габ. Я покупала вот такой вот классный свитерок. Он мне прям очень в облипку стягивает, неприятно. До этого был отличный, классный. Короче, на эксцесс теперь. Он замечательно пойдет. Вот, и вот такую вот кофточку тоже я отдаю. У меня фотосессия была в ней недавно. Ну, как фотосессия, мы с Таней там фоткались. Ну, прям специально фоткались. Красивые фотки получились. Красиво, ярко, но я понимаю, что это для фотосессии классно. У меня фотки есть, теперь уже хватит. Тем более такая очень яркая майка, да. По бокам у нее здесь вот такие длинные разрезы. И она немного такая, знаете, широковатая к низу. И вот так, чтобы в ней ходить, я посмотрела на себя со стороны, мне не нравится, как делает фигуру. То есть здесь что-то нужно придумывать. Именно фасончик это, да, для фотографий классно, а для носки нет. Поэтому я это тоже отдаю. Так, ну и напоследок я отдаю вот такой рюкзачок. Это я уже отложила своей сестре, потому что она ездит на работу. Я думаю, что рюкзачок это с моего магазина, он остался один. Я решила его не продавать, а отдать ей. И такой маленький, аккуратненький рюкзачок. Выписано спорт. Думаю, моей сестре подойдет. И вот такие босоножки. Они абсолютно новые. Единственное, что они мне немного натирают вот здесь вот, да. Это я думала, ну, какие-нибудь луки вам показывать. И я оставлю такие босоножки. Но не стала их носить никуда. Немного они мне неудобные. Поэтому я их тоже отдам. У моей сестры есть девочка знакомая, 38 размер. Кому они могут подойти? Поэтому я их оставлю. Может, они сестре моей подойдут. Вдруг она захочет что-нибудь носить. Короче, вот такие босоножки тоже отдают. Все, мои хорошие. Видео, мне кажется, немного затянулось, да. Вот здесь вокруг больше ничего не вижу. Те, которые я в Inch&M буду отдавать пакеты для того, чтобы вообще, ну, как бы, да, никому не отдавать. А 15% скидка была. То это я уже не буду показывать. Скоро будет огромный пакет. У меня разделю на две части. Это фикс прайс на выброс. Тоже это все, естественно, я не буду выкидывать. То есть там будет фикс прайс на выброс в плане из моего дома, да. Что-то я выброшу, а что-то абсолютно новое, чем я даже не пользовалась, я, конечно же, предложу своим друзьям. Так что следующее видео, или, может быть, я его уже сняла. Если сняла, то здесь я оставлю на него ссылочку или под видео. Расчищаю, разгребаю, как сложно мне избавляться от вещей. Да, я шмоточница еще та. Вы знаете, если бы я не снимала видео, если бы я не вела эти съемки, где постоянно хочу быть в разном, где не факт, что то, что я приобрела, мне подойдет, и я это не буду отдавать, да. Если бы не эти факторы, возможно, я не так бы покупала вещи. Но еще один факт, мне очень нравится покупать вещи. Мне очень нравится ходить по магазинам одежды, покупать вещи и знать, что такое у меня есть. Это какая-то мания, да. Но я особо не страдаю от этой мании. Она мне приносит удовольствие. Это мой расслабон. Поэтому получается так, как получается. Периодически я разгребаю какие-то вещи. Периодически я понимаю, что я долго ничего не ношу. Периодически мне тяжело со всем этим делом расставаться. Но, тем не менее, я не останавливаюсь. Потому что это просто мой такой жизненный кайф. Кто меня понимает, обязательно ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. Я с вами прощаюсь до следующего видео. До новых разборов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok